В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями селения Дылым Казбековского района прошло открытие компьютерного зала. Спонсорскую поддержку в приобретении инновационных технологий и оснащении необходимым оборудованием социального учреждения оказал депутат Народного собрания Республики Дагестан Мухтар Пашаумаханов. На мероприятие в качестве почетных гостей были приглашены представители администрации района, видные общественные и политические деятели. Поприветствовать гостей собравшихся слово было предоставлено директору центра Фатиме Султан Мурадовой, которая выразила слова благодарности и признательности всем, кто принял активное участие в открытии данного зала. Благодарна Всевышнему за то, что на нашем жизненном пути, на пути реабилитационного центра всегда попадаются только положительные, только милосердные, только добрые и порядочные люди. Далее Фатима Махачевна вручила благодарственные письма всем тем, кто принял активное участие в организации и осуществлении функционирования компьютерного класса, который, как она подчеркнула, поможет детям в обучении современных развивающих программ. Далее слово было предоставлено руководителю местного исполкома фракции «Единая Россия» Саиду Алтын-Мурзаеву, который в своей речи обозначил, что в приоритете должно быть обеспечение и поддержка детей такой категории. Что сделано в этом центре, это особенно важно, потому что здесь работают люди с такими детьми, которые дома даже невозможно работать. Каждый родитель знает, если дома ребенок не болит, каким трудом надо его воспитывать. Самые искренние слава благодарности за оказанное внимание и заботу, а самое главное – за предоставление благоприятных условий для интеллектуального развития прозвучали от подопечных реабилитационного центра. Мы необычны сегодня на свете. Музыка в суду, улыбки и смерть. Новый компьютерный класс ждет гости на всех. Кульминационной частью мероприятия стало торжественное разрезание ленты почетными гостями. После символического действия все участники мероприятия прошли в компьютерный класс, где в первую очередь дети ознакомились с новой технологией. По словам социальных педагогов, благодаря инновационным технологиям дети будут намного быстрее и лучше осваивать образовательную программу.